так запись пошла да пошла здравствуйте это канал максимации и сегодня мы идем на поиски приключений в игре под названием 60 секунд давно давно меня украинский подписчик у айти алексеем просит сыграть в эту игру я никогда не не играл ну и вот я говорил я не хочу быть такой как шред game channel я сдержу слово я сыграю хотя бы одну серию если понравится продолжу короче эту игру купленного посмотрел что то вообще не заинтересовало если честно был вот была вот игра у купленного хаус флиппер называется он ее проходил вот она меня заинтересовала я реально ее скачал начал там в нее играть может быть как нибудь тоже по ней видео буду снимать если я ее буду снимать то там видео будет очень много а вот эта игрушка чуть не сильно меня заинтересовало но давайте попробуем может быть это только на взгляд давайте нажмем новая игра есть строчки сделал давайте обучалку я просто не знаю как что тут делать узнаю все о том как собирать запасы как выжить во время поколевса обучение на сто процентов согласованы правилами запасы лан давайте фиг знает может быть не игра все-таки понравится может быть это просто на может храниться более 700 лет обалдеть может быть не игра все-таки понравится может быть это не то что я увидел видео во всяком случае купленного было на английском языке здесь русский есть это уже хорошо добро пожаловать короче сюда выдерживай кнопку захват если хочешь пропустить мои слова каждый раз когда ты это делаешь красный сбрасывает одну ядерную бомбу она тогда не буду лучше нельзя терять ни секунды двигаться к желтому крестику шевелись что-то он как-то медленно и двигается вообще иди на следующий желтый крестик она ладно понял понял он блин чё за удар такой сразу был блюдо неплохо расслабляться нельзя ими но зашибись здравствуйте это звонок от теле 2 и музыка как это пошла идите на у меня тут 60 секунд а вы мне вы срываете забираете у меня время где тимми а как вообще выглядит ими я не знаю кто это такой блин да что ж ты долбанулся так это тимми а конечно хорошо что знаешь план своего дела готов поспорить что и красные его знают красные врагами называли бы хочу ага это инвентарь типа я так понимаю прежде всего хватай ну что станет хватает ими взял и почему два то один правда прозрачный так держать не забудьте об остальных членах семьи хотя решение за тобой а почему я почему я не могу девчонку здесь давай бери водка водка пару бутылок я зачем мне водка я разве она нужна для апокалипсиса такое чувство что уже потом обстреливают где бутылка воды так воды или водки чуть не понял вот убежишь пока воды достаточно но у нас другая проблема какая еще блин проблем ты можешь взять только ограниченное количество предметов за раз они очень потому что они очень тяжелые чтобы взять новый предмет надо сбросить предыдущие уберечь ладно я понял как бы и как бы об этом легко догадаться прыжок веры а как прыгнуть туда а сбросить все это я думал от смог прыгать или сколько времени тебе придется эти убежище так что лучше поискать радио да зачем мне радио а чтобы новостью она идеально нет ничего лучшего с из внешнего мира даже если он радиоактивный кого больше 60 секунд уже прошло не так ли и дает несколько дополнительных секунд на развитку окрестностей вот каких предметов там не надо я чуть не пойму ага вода но воду но вода то у нас уже есть не нужна мне вода газеты зачем мне газеты о ее 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 сирена звучала топор аптечка что еще какие пять предметов ружья наверно это суп нет места почему нет места а надо выбросить ружья чемодан ну я нашел пять предметов то уже разве нет ну да будь рядом с убежищем но я и стою в этом круге короче секунду же мало то что стоим короче здесь блин этот генерал или кто-то так упорно выглядит еще ты знаешь что необходимо для выживания тренировка только началась встретимся внизу на учениях вольно прыжок блин аптечка от всех ран с пореза бумаги заканчивается обезглавили день один добрался до убежища поздравляю на обучение еще не закончено с тобой находится только только собранные тобой запасы и люди пришедшие с тобой ничего более тебя предстоит многое сделать за следующие несколько дней придется пройти настоящую школу выживания не забудь осмотреть убежище может и найдешь парочку интересных вещей ты можешь это сделать когда я дневник еще не закрылся спрятан каждый день нужно распределять еду и воду а если они закончатся не видать вам солнечного света если тебе есть запас ты можешь накормить своих персонажей нажав на консервную банку или бутылку воды под лицом персонажа если нажать на само лицо персонаж получит и то и другое конечно ты можешь сэкономить свои припасы но каждому нужно питаться и на заметку обычный человек может выжить без воды только четыре дня а я думал что 3 оставшиеся запасы у меня вроде бы есть вот пополам делим так поскольку это твой первый день я нужно освоиться в убежище поверь если ничем себя не занять шум вентилятор сведет с ума сегодня был тяжелый день иди отдохни увидимся завтра спокойненько ночь маккей а он как у него борода так быстро нарастут доброе утро выживальщики как спалось хорошо кровати удобные нет лучше бы к ним привык это только начало план начнем сегодняшнее занятие по распределению продуктов питания это нужно делать регулярно а после займемся чем-нибудь более интересным сделали хорошо двигаемся дальше а теперь внимание рано или поздно вы останетесь без запасов шуточка шутки шутками а вода и да это самое необходимое для выживания без них глаза моргнуть не успеете как смерть будет у вашего порога так что иногда придется пролить день на поверхность чтобы пополнить запасы экспедицию необходимо подготовить за день до ее отправления будьте осторожны из внутренних персонажей нельзя посылать из внутренних персонажей нельзя посылать наружу сегодня пропустим приготовление а перейдем сразу к определенным определению одного из чеков наружу может по теме этого не скажешь но он очень сильный мальчик у него все отлично похоже все в порядке это похоже в порядке несмотря на то что мир рух время разделять запасы поход в пустошь это не шнурочки не шуточки отправься слишком рано или например без про и в газа противогаза равносильное самоубийство соответствую лучше всего отправлять сытых и здоровых людей у раненых больных тем более сумасшедших практически нет шансов на выживание сегодняшняя тренировочная экспедиция является обязательной но если захочешь отказаться от нее во время игры просто не выбирай никого из персонажей кто же пойдет наружу пойдет наш главный ребенку еще рано на такое идти третий день это только учение поэтому твой следователь не будет долго отсутствовать да блин да сколько читать тут надо но в случае настоящего апокалипсиса персонаж может идти на пару дней сейчас ты столкнешься с другими проблемами которые станут серьезной проверкой на прочности я не шучу тебе придется принимать решение которые могут шокировать даже сильных духом мы увидим из какого места вы сделаны но сначала определимся пищей и водой ведь мы не хотим чтобы кто-то умер с голода как настоящий байкал байскаут теме видит во всем пользу похоже а позитив похоже у него замечательное настроение какой шрифт тут сложно этот правился на поверхность мы надеемся что он вернется в ближайшее время время разделять запасы так и этого нету ну вот два личика то у нас нету так что придется как-то так выкручиваться я военный так что я не знаю что такое фантазия но ты скорее всего умеешь фантазировать так что представьте ситуацию ты видишь хомяка своих детей которые каким-то образом пробрался в убежище твои дети будут счастливы его увидеть да и ты тоже ведь нет нет ничего лучше жареного хомяка который прямо с неба упал тебе в руки выбор за тобой приготовить его вообще-то жалко если честно его ну как-то выживать придется реально жалко эх этот день без воды а у нас нету больше воды нам где бы ее достать отличный выбор ведь свежее мясо не так то легко сейчас достать каждому досталось по кусочку лучше пользоваться каждым подаренным шансом поверить тебя тебя и твою семью ожидают ситуации похуже никакой хомяк вас не спасет тимми хорош в состоянии но по крайней мере был пять минут назад воды у нас опять нету и эта пища скоро кончится надо было воду через надо воду через день давать или через два хотя бы в некоторых случаях тебе придется использовать снаряжение но иногда тебе не будет хватать именно того предмета который мог бы спасти твою жизнь перед взрывом обязательно собери все что тебе покажется самым необходимым но запомни каждый предмет должен быть полезен что хочешь поделать сегодня почистить ружье послушать радио или подпускать солнечных зайчиков фонарик фонариков фонарик это у нас нету наверно радио попробуем радио хотя бы новости нам передает а хотя оружие ружье ружье будет давайте ружье возьмем ружье все таки будет очень полезно наш чувак сильно пострадал похоже правильный ход мышления очень неважно держать оружие в рабочем состоянии ну да если ядерная война развязалась никаких законов уже там не будет если кто-то выжил то запросто может даже убить человека поэтому понадобится ружье обязательно помни даже если оно повреждено его можно почистить сила и американс... силушка американского духа инженерии ну и жевательные резинки и шнурков хорошие новости наша экспедиция вернулась иногда путешественники возвращаются с новыми припасами иногда нет еще они могут вернуться ранеными или даже случаем вой болезнью не думаю что кто-нибудь хотел бы заразиться спешу вас огорчить то что больной светится в темноте всего лишь слух в этот раз наш исследователь ранился но его можно вылечить с помощью аптечки которую можно использовать во время распределения пищи и воды Тед вернулся из своего путешествия на поверхность целостности и сохранности мы решили наконец-то выбраться и осмотреть наш задний двор превратившиеся в руины бедные бедные наши клумбы и газоны когда-то они были предметом зависти всех соседей а теперь на месте лежит радиоактивный пепел и горы мусора уцелеть практически никому не удалось единственное оставшееся дерево сгорело дотла в нем оказалось дупло внутри которого поселились трехосные белки мутанты как известно белки любят таскать в себе к себе дом всякие вещи может они не будут возражать если мы кое-что у них одолжим когда-то мы здесь жарили мясо но на мангале почти каждые выходные однако мангал каким-то образом повис на линии электропередач перед домом и теперь его не достать хотя наш садовый столик позже разнесло в щепки под углубленными деревяшками мы обнаружили кое-что полезное две стенки гаража как стояли так и продолжают стоять хотя изнутри почти ничего не осталось даже велосипеду не удалось пережить взрыв однако прикручены к ним корзины сохранились в первозданном виде мы нашли несколько забытых припасов с последнего похода Тиме бы счастлив получить немного воды ему нужно попить когда Тед голоден у него учит живот Тед был ранен и он очень устал короче ему точно нужна вода ну и ему тоже воды было бы неплохо дать и аптечку тоже чтобы продолжить игру как минимум один взрослый должен остаться живым если отправить последнего выжившего на поверхность то ситуация в доме выйдет из-под контроля и когда выживший вернется в убежище может принадлежать кому-то другому приличный замок защитит от мерзавцев но ненадолго это был трудный день советую немного поспать если вам удалось зайти так далеко возможно вскоре вы выберетесь из этой дыры возможно шестой день неделя уже почти ну только что отправили одного человека экспедицию ну давай попробуем еще раз первый раз нужно нужно было просто выбрать одного неудачника одного отраженного добровольца на миссии отважного буквовой странно выглядит а теперь появился шанс снарядить смельчака в дорогу покорми своих солдат и до встречи у выхода в убежище ничего нового от Тимми когда Тед голоден у него учит живот все раны уже залечены но Тед и Тед может спать спокойно от воды пока откажемся на поверхности может пригодиться все а некоторые предметы увеличивают шансы на выживание помня о чемодане очень очень полезная вещь с чемоданом тобой разведчик может носить большим больше предметов ну давай выбери что-нибудь что взять в экспедицию у нас ничего нет давайте попробуем его а то вдруг а то вдруг это сдохнет на второй экспедиции прошла неделя доброго утричка люди вы наверное задаете себе простой вопрос какой смысл сидеть под этим в этом атомном убежище почему просто не уйти уходя вы подпишите себе смертный приговор если вас не убьет лучевая болезнь то гигантские скорпионы уж точно прикончат зуб даю ваш единственный шанс дождаться прибытия наших доблестных ребят таким образом каждый хороший гражданин должен делать одну вещь пытаться связаться с американскими военными и ждать спасения тимми вышел на пустошь мы не знаем что будем делать если он не вернется ждать американских военных уже если у нас в россии такое случится никаких никакие американские военные нам не помогут им будет на нас насрать но когда мы еще вернемся но пора ему отведать водички нет нет спасители не придут ни сегодня ни завтра рано или поздно придут вам нужно следить за сигналами по радио и должны быть готовыми отправиться на пустошь но будьте осторожны это могут быть вовсе не солдаты а бандиты или хуже враги представьте что будет если они вас раскроют так что давайте договоримся вы откроете дверь только если постучат два раза пом запомнили два стука восьмой день следующая неделя пошла и вернулся наш тимми с экспедиции абсолютно здоровый цел не забывайте что некоторые дни будут очень насыщенными вы должны быть готовы к чем угодно поэтому любой свободный день является благословением ешьте пейте отдыхайте думая о всех тех ублюдках вражеских у которых нет таких удобных бункеров я сам часто поднимаю себе настроение этой мыслью ну давайте этим злоупотреблять сильно не будем мы так боялись за тимми но все же ну разве что можно если про тех кто бомбу на нас кин мы так боялись за тимми но все все же он вернулся с пустоши и теперь он в безопасности мы наткнулись на госпиталь который несмотря на повреждения все еще имел какой-то вид хоть и не очень привлекающий все отслежившие после взрыва вещи теперь могут теперь повсюду разбросаны в одной из палат мы нашли много воды перекрась перекись это была или вода неважно даряному коню зубы не смотрят было не очень трудно найти полную лекарств аптечку это все же больница как настоящий бойскаут тимми видит во всем позитив похоже у него замечательное настроение когда ты от голоден у него уж и живот я по-моему сто раз уже читал но теперь воды ответить точно пора и пожирать до тех пор пока ваше убежище наполнено едой а вы осторожны вы в безопасности однако каждое твое решение гриба до последствиями даже через несколько дней или недель хорошенько подумай прежде чем его принимать сейчас ты на учениях но настоящая бомбардировка совсем другая песня день 9 блин какая скучная игра на твоем месте я бы проверил дверь наша группа спасения может прийти в любую секунду но будьте осторожны это просто апокалиптический сценарий нельзя предугадать что вас ожидает тимми выглядит нормально насколько нормально можно выглядеть данной ситуации сегодня тэд ни за что ни на что не жалуется почти ни на что время раздавать запасы воды у нас много давайте ее используем а вот с едой по времени придется кто-то стучит в дверь если прислушаться должно быть услышать последовательность из трех стуков нет нам было приказано открывать только при двух стуках так что нет не открываем жалко был бы там еще глазок на самом деле естественно сейчас бы открыли у нас бы у нас бы забрали все вещи или бы нафиг нас убили хорошее решение это не те гости которых вы ждали запомните осторожность превыше всего но если ты будешь осторожен то в порядке будет и твоя семья ну или почти все отсутствие новостей хорошая новость у тебя абсолютно ничего нового а пока что тэд в полном порядке с ним ничего не происходит на уши через день хотя бы еду раздаем но у нас она скоро кончится давайте пока тоже повременим а воду а воду дадим вода важнее еды пока вы воронеже считали к вам позвучали еще раз кто-то очень сильно ломится в дверь и скорее всего не ответит ни на один ваш вопрос два стука снова и снова откройте дверь два стука тогда откроем конец наконец-то отлично с нашими храбрыми солдатами в полной безопасности самое время съесть шарлотку мы все заслужили теперь все семьей можете вернуться в свой милый дом и продолжать жизнь своими диалетическими жизнями если атомные проблемы вас станут станут у вас на пути вы знаете что делать и как себя спасти надеюсь этого никогда не случится но если вдруг желаю удачи увидимся когда все здесь очень надеюсь когда здесь все взорвется мы выжили 11 дней день 5 задний двор день 8 посещение больницы день 1 мы успешно прошли военную подготовку что уж надеюсь нам не придется будет это в буквальном смысле все делать пока идет война россии с украиной говорят что может быть ядерная война и лёха тоже мне советов кучу говорил уже про ядерную войну что будет даже не хочется слушать если честно я очень надеюсь что такого у нас не будет если если ядерный взрыв будет мы все просто сдохнем тут говорить ничего даже не шансов выжить вот так вот как эти это вообще минимальные обучалка долгая была какая-то обучалка давайте классику попробуем вот выживание это очень скучный режим давайте сбор толстяк царь бомба давайте мал давайте малыша сначала попробуем ну ладно раз уж мы играли за парня давайте сыграем за его жену эликсир жизни ростного выживания снова выживание походка какая-то странная очень во первых блин да что ж вы толкаете стабля ну вот если случится апокалипсис нам по-любому придется эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ пищу пищу скорее ты чего газету читала ну пошли быстро сейчас все разрезан нахер еще вода пища пища скорее где еще вода может быть здесь вода пища вода ну хотя бы чем-то развлечь себя бежим нахер теперь стоим просто и ждем когда прыжок вера настанет а ваоо все взорвалось нахер радио будь в курсе всех событий даже после своего конца света потрясающе жож семью спасли это уже хорошо вы в безопасности пока но все взорвалось нахер все просто взорвалось к чертям нахер мне долго на эту картину смотреть еще радио да я уже слышал про радио что ж ну что ж это вот вот выживание я точно проходить не буду вот апокалипсис это я так понял уже реальный такой уже выживание давайте давайте посмотрим что такое задание что это у нас ракетостроение доктору срочно требуется помощи с экспериментами от них зависит судьба всего мира но если что от них зависит судьба всего мира но то что или то что там от него осталось вперед во время во имя науки завершите все результате в каждом из которых вам необходимо успеть собрать как можно больше припасов ну шо ж ладно эта игра все таки получше чем я думал сегодня такая обучательская серия может быть нет я даже думаю что наверняка я я я я запишу еще хотя бы пару серий по ней на самом деле прикольно но вот сбор предметов это интереснее чем вот это выживание где надо много читать смотреть на одну и ту же картинку блин ладно на сегодня все с вас лайкос подписался с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стримовский канал вконтакте и всем пока пока